Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – приведение обыкновенных дробей к наименьшему общему знаменателю. Сегодня на уроке мы продолжим работу с обыкновенными дробями, а также научимся приводить обыкновенные дроби к наименьшему общему знаменателю. Перед нами дроби 3 четвертых и 12 шестнадцатых. Давайте, ребята, вспомним основное свойство дроби. Если числитель и знаменатель умножить или разделить на одно и то же число, мы получим равную ей дробь. Давайте мы с вами дробь 3 четвертых умножим на 4 и числитель и знаменатель. Мы получаем 12 шестнадцатых. Затем мы дробь 12 шестнадцатых давайте разделим на 4 и числитель и знаменатель по основному свойству дроби. И мы получим дробь 3 четвертых. В данном случае мы с вами говорим сокращение дроби. Когда мы с вами умножили на 4, мы говорим привели дроби к новому знаменателю. Число, на которое надо умножить числитель и знаменатель дроби, чтобы получить новый знаменатель, называем дополнительным множителем. Дробь 2 пятых мы числитель и знаменатель умножили на 3 и получили 6 пятнадцатых. В данном случае мы умножили числитель и знаменатель на 3. Вот это число 3 мы с вами будем назвать дополнительным множителем и записывать над числителем данной дроби. Рассмотрим дробь 1 третья. Мы знаем, знаменатель 3 показывает, на сколько равных частей мы разделили, а числитель показывает, сколько частей мы взяли. Перед нами плитка шоколада. Давайте мы с вами разделим его на 3 части, а затем возьмем одну часть. Вот мы с вами взяли 1 третью часть шоколада. Давайте мы разделим этот шоколад на 6 частей. Чтобы найти дополнительный множитель дроби, надо общий или новый знаменатель разделить на знаменатель данной дроби. Поэтому мы с вами 6 разделили на 3 и получили дополнительный множитель 2. Затем мы дополнительный множитель 2 умножили на числитель и получили 2, или дробь 2 шестых. Следующее, ребята. Приведите дробь 3 четвертых к знаменателю 8. Перед нами треугольник и дана дробь 3 четвертых. Мы данный треугольник разделили на 4 равных треугольника. И 3 треугольника мы с вами закрасили. Теперь давайте разделим этот треугольник на 8 частей. И посмотрите, ребята, сколько получилось у нас закрашенных частей. Если мы посчитаем, у нас получилось 6 закрашенных частей. То есть мы с вами получили дробь 6 восьмых. Дополнительный множитель 2. То есть 8 разделили на 4 и получили дополнительный множитель 2. Следующее задание. Приведите дробь 3 пятых к знаменателю 10. Перед нами, ребята, это прямоугольник. Мы его разделили на 5 равных частей и закрасили 3 части данного прямоугольника. А теперь, ребята, давайте мы этот прямоугольник разделим на 10 частей. Если мы посмотрим, у нас получается закрашенных 6 частей. И мы получаем 6 десятых. Дополнительный множитель, чтобы найти, мы 10 разделили на 5 и получили 2. Следующий прямоугольник. Значит, дана дробь 2 пятых. То есть прямоугольник мы разделили на 5 равных частей и закрасили 2 части. Теперь нам надо привести к знаменателю 20. Поэтому мы прямоугольник на 20 частей. И получаем, что у нас закрашено 8 частей. То есть мы получили дробь 8 двадцатых и дополнительный множитель 4. Следующее задание, ребята. Приведите дробь одну вторую к знаменателю 4, 10, 10, 10, 6. Мы рассматриваем дробь одну вторую. Нам надо привести к знаменателю 4. Мы должны найти дополнительный множитель. Для этого 4 мы с вами делим на 2 и получаем дополнительный множитель 2. А теперь дополнительный множитель мы умножаем и на числитель, и на знаменатель. И получаем 2 четвертых. Эту дробь одну вторую приведем к знаменателю 10. Мы 10 делим на знаменатель данной дроби 2. И получаем дополнительный множитель 5. И умножаем дополнительный множитель на числитель и знаменатель. Получаем 5 десятых. Следующее. Приведем одну вторую к знаменателю 100. Мы 100 делим на 2 и получаем дополнительный множитель 50. Умножаем числитель и знаменатель на дополнительный множитель. Получаем дробь 50 сотых. Приведем дробь одну вторую к знаменателю 6. 6 мы, ребята, делим на 2 и получаем дополнительный множитель 3. Умножив числитель и Знаменатель на 3, мы получаем 3 шестых. Следующее, ребята, задание. Приведите дробь 2 пятых к знаменателю 10, 120. Аналогично, ребята, мы 10 делим на знаменатель дроби 5. Получаем дополнительный множитель 2, умножаем, и числитель и знаменатель на дополнительный множитель мы получаем 4 десятых. Следующее приведем к знаменателю 100. 100 мы делим на 5, получаем дополнительный множитель 20. И умножаем числитель и знаменатель на дополнительный множитель, получаем 40 сотых. Следующее приведем к знаменателю 20. Мы нашли дополнительный множитель 4 и получили дробь 8 двадцатых. Укажите наименьшее общее кратное этих чисел Давайте первое посмотрим 3 и 7 4 и 5 6 и 12 И 4 и 6 Проверим, ребята Значит, мог чисел 3 и 7 будет 21 Наименьшее общее кратное 4 и 5 – 20 6 и 12 – 12 И 4 и 6 – 12 А теперь сформулируем правило Чтобы привести дроби к наименьшему общему знаменателю Надо первое Найти наименьшее общее кратное знаменатели данных дробей Оно и будет их наименьшим общим знаменателем Второй шаг Надо разделить наименьший общий знаменатель На знаменатели данных дробей То есть мы найдем для каждой дроби дополнительный множитель И третий шаг, ребята Надо будет умножить и числитель, и знаменатель Каждой дроби на ее дополнительный множитель Приведем дроби 4,25 и 8,15 К наименьшему общему знаменателю Мы находим ног данных чисел 25 и 15 Мы раскладываем на простые множители И находим ног Ног у нас равен 75 Значит, эти дроби мы должны привести к знаменателю 75 Мы должны теперь найти дополнительный множитель Мы общий знаменатель делим на знаменатель первой дроби То есть 75 делим на 25 И мы получаем дополнительный множитель 3 Мы умножаем дополнительный множитель и на числитель, и на знаменатель и получаем 12,75. Вторую дробь аналогично. Мы 75 делим на знаменатель этой дроби 15, получаем дополнительный множитель 5. Умножив числитель и знаменатель, мы получаем 40,75. Приведем дроби 13,49 и 5,35 к наименьшему общему знаменателю. Находим мы с вами ног этих чисел. Для этого мы с вами 49 и 35 раскладываем на простые множители и находим ног чисел равен 245. Находим дополнительные множители у первой дроби 5, у второй дроби 7. Умножив дополнительные множители на числитель и знаменатель, мы с вами получаем 65,245 и 35,245. Сегодня на уроке мы продолжили работу с обыкновенными дробями, а также научились приводить обыкновенные дроби к наименьшему общему знаменателю. На этом урок окончен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин